Мы также продолжаем смотреть на другие вещи, которые Илья Лука представил нашему вниманию. Мы только что поговорили о Стефане. Теперь мы поговорим о другом диаконе, Филипп. Филипп был послан, или он пошел в Самарию. И он увидел, насколько много людей ответили на то, что он говорил и что он проповедовал. Как мы знаем, из Писания есть огромная неприязнь между евреями и самаритянами. И даже в одно время ученики были не очень добры. Последний раз, когда Иоанн был с Иешуа в Самарии, он и его брат Яков спросили разрешение, могут ли они помолиться, чтобы Бог послал огонь с небес, чтобы сжечь самаритян. Но сейчас многие самаритяны пришли к вере. И позже Петр и Иоанн пришли помолиться, чтобы многие самаритяны были крещены в Духе Святом. Опять же, они спрашивали о огне с небес. Но совсем с другой целью. Не для того, чтобы сжечь, но для того, чтобы наполнить. Позже Филипп был перенесен, чтобы проповедовать евноху Эфиопии. Мы видим только один раз такое в Писании. Но это поднимает многие очень важные вопросы. Возможно ли такое, что бы произошло сегодня? Я расскажу вам один такой опыт, который я имею. Я возвращался с путешествия в Румынию. И я забыл заправить свою машину бензином. И в то время не было очень много заправок. Я был на своем пути к границе. И я думаю, что было около ста километров к границе. И я смотрел на индикатор топлива. И он показывал, что пуст, бак пуст. И я размышлял, как же мне добраться к границе. И я просто помолился. И в следующей минуте я находился на границе. Как я туда добрался? Я не имею никакого понимания. Это немножко шокировало меня. Потому что я знал, что это невозможно. Это невозможно человеческими усилиями. Но я верю, что Бог может это делать даже сегодня. Но мы видим, как Филип переместился с одного места в другое в один миг. В одном смысле это очень внезапный случай, который есть. Одна из причин, которые я вижу, что это Лука хотел показать, как Евангелие будет распространяться. Это так, как Евангелие пришло в Эфиопию. Которое было принесено Евнухом. Первым обращенным с Африки. Я верю, что такие сверхъестественные события происходили в начале и не очень часто позже. Но очень часто задают себе вопрос, является ли это целью Божией? Или мы просто не имеем веру в то, что Бог может это делать сегодня? Верите ли вы, что Бог сможет вас перемести с одного места в другое в один миг, если это было необходимо? Да, может быть, это он, наверное, и сделает. Не удивляйтесь. Если мы верим, что Бог может делать такие вещи... Помните, вот этого мужчину, который пришел к Иешува со своим сыном? И он также приводил уже до этого к ученикам. И сын был одержим бесами. И он сказал Иешува, можешь ли ты мне помочь? Я приводил его к твоим ученикам, но они не смогли помочь. А Иешува спрашивает, а ты веришь, что я могу это сделать? И он ответил очень честно, я считаю. Я верю. Помоги моему неверию. Мы должны быть честными перед Богом. Это важно, чтобы мы не делали утверждения, потому что мы так думаем. Были многие ситуации, в которых я был, в которых Бог делал чудесные вещи. Но я должен заметить, что у меня не было веры для них. И я делал то же самое позже. Помоги моему неверию. Бог хочет помочь нам, чтобы мы приблизились к Нему. В каждом опыте, который мы переживаем, переживая ту силу Божьей работы, она будет увеличивать нашу веру. Иногда нам нужно сделать небольшой шаг, чтобы позже мы могли сделать больший шаг. Бог понимает нас. Понимает наши слабости. И Он хочет помочь нам расти. Следующее, о чем говорит Лука, это обращение Савла. Обращение Савла также является ключевым моментом во всем повествовании. Действительно, это обращение записано трижды. Чтобы Теофил, которому было написано это, он имел доказательства, которые также могли быть даны другим судьям. Савл, он далее известен как Павел. И дальше мы видим, как ему было поручено служить Мессии. И как он был объединен с верующими в Иерусалиме. Чтобы они могли служить, работать вместе. И чтобы одна стратегия держала церковь вместе. В течение трех тысяч лет С 350 года до 350 года церковь была одна. В этот период времени церковь была одна. С евреями и евреями, которые молились, поклонялись, учились вместе. Это важно помнить. И это важно помнить, чтобы молиться и исправить то повреждение, которое было сделано. И они дальше работали над тем, чтобы понять, как держать всех в одном теле. Они понимали, что есть одно тело. Одно тело Мессии. Нет нескольких. Так, как мы видим сегодня. Однажды Варнава и Павел были послан общиной в Антиох. Фокус книги Деяний смещается с Петра на Павла. Перед тем, как это произошло, мы имеем Петра в Цезарии. В Кесарии. И Лука, он помогает нам увидеть что-то, что нам нужно понять. Как это было возможным прийти и быть вместе. И с этого момента распространение Евангелия, оно столкнулось с камнем преткновения. Законы употребления пищи, они запрещали евреям кушать с неевреями. Я не буду изучать это в деталях, но я считаю, что это более раввинистический закон, нежели библейский. Я не помню ни одного местописания, где Бог сказал бы, что ты не можешь кушать с неевреем. Да, он поставил правила, что они могут есть. Я понимаю, что Бог дал пищу, которую они могут есть, но не было сказано, чтобы не евреям не кушать, если вы до сих пор соблюдаете правила кашрута. Я официально не еврей. Многие говорят, что я еврей, но я не могу это доказать. Но я ел во многих афтодоксальных домах. Меня приглашали кушать вместе с ними. И поэтому я считаю, что это более раввинистический закон в то время, нежели библейский. Но это была проблема. Поэтому Лука включает рассказ о том, как Бог учил Петра, что некошерная пища не мешает проповедовать Евангелие. И потом он посылает его в дом нееврея проповедовать Евангелие. И в этом смысле 10 глава также является ключевой главой. Ключевая глава, которая показывает удивление Петра в том, что Дух Святой, он коснулся не евреев именно так, как он коснулся евреев в начале. И это является критической такой точкой. И мы видим, как Петру необходимо пойти и объясняться перед апостолами в Иерусалим. И как мы говорим, что они позвали его на ковер. Петр, что ты делаешь? Тебе не нужно это делать. Не кушай с неевреями. Это невозможно. Я не думаю, что Петр нервничал, он не такого типа. Эй, посмотрите, братья. Я знаю, что Бог хочет это делать. Он говорил мне. И потом он объяснил им, что произошло. И потом они увидели, что Бог хочет делать свою работу среди неевреев. И что в Боге нету разницы. И по этой причине они не должны делать разницы. Потом у Павла позже был спор с Петром насчет этого. Несмотря на то, что Петр он изучил, получил этот урок. Петр и Павел были в одном месте. И некоторые люди из Иерусалима пришли. Петр, он перестал есть с неевреями. По причине тех людей. А Павел говорит, ты не можешь так поступать. Потому что он понимал, что не так действует Бог. Поэтому нам нужно это понимать часто. Потому что мы ставим некоторые границы на своих путях. Которые останавливают нас от достижений людей. Еще раз, когда я работал в Бельгии. Я начал служение в В таких заведениях, где пьют алкоголь. Где танцуют. Все, что такое, оно происходит там. Я получил очень много критики. Из-за того, что я приходил туда, чтобы нести послание. Ты не можешь идти в такие места. Там очень темно. Там очень плохие люди. И они все пьют. Они делают очень ужасные вещи. А я сказал, так как мы должны быть светом этому миру. Где мы нуждаемся во свете. В темных местах. Поэтому я сказал, что я иду туда, там где темно, чтобы принести туда свет. И Бог благословил это служение. Было очень много молодых людей, которые пришли к Господу. И мы ходили в кафе и такие места. И мы сидели, мы говорили. Мы пили апельсиновый сок. В то время, когда они пили пиво. Но мы разговаривали. У нас также были люди, которые музыкальные, которые пели. Между прочим, это не я. Одна причина, по которой они просят меня, чтобы я спел в конце служения. Это чтобы это было в окончании служения, чтобы все ушли из церкви. Но есть люди, которые хороши, хороши в этом. И мы спрашивали владельцев этих баров, можем ли мы спеть несколько песен. А они говорили, да, конечно, давайте. А знаете, они были очень открытыми. И они пели некоторые христианские песни. И можно было увидеть, что люди иногда были очень так вовлечены. И мы садили и разговаривали вместе с ними. Есть очень много путей, как достигать людей. Мы должны использовать все. Никогда не ставьте ничего как преградой для достижения. Вы существуете в мире, но не для мира. В этом есть разница. Бог никогда не говорил, что вы должны радоваться в мире. Но мы должны быть здесь для того, чтобы быть светом в темноте. Так как Иешуа пришел для этого. Он провозгласил Суккот. Он провозгласил Суккот, что я свет для этого мира. Кто будет веровать в меня, никогда не будет ходить в темноте. Если вы свет, вы никогда не будете в темноте. Мы переходим к следующему пункту, о котором говорит Лука. И это Иерусалимский собор. Общение Петра с верующими в Иерусалиме, это предшествовало к собору, который является в 15 главе. Еще в тот момент не было иерархии, но уже был такой совет старейшин. Они были для того, чтобы рассматривать разные ситуации и искать Божий путь. В 15 главе Павел рассказывает о своем служении среди неевреев, которое привело к росту церкви. Но также он сознательно понимал опасности неправильного принятия неевреев к вере. Опять же, мы видим этот вопрос от Павла и от людей в Иерусалиме. Чтобы никакое разделение не росло в общине. У верующих и неевреев было небольшое понимание того наследства, которое имели евреи. И совет заключался в том, чтобы они не были отягощены многими вещами. Естественно, у них было время, когда с ними нужно было поделиться тем наследством. Но в то же время было решено написать письмо к общинам, нееврейским общинам. Чтобы убедить их в том, что они могут продолжать расти свободно, беря пример общины в Иерусалиме. Как мы видим, что Лука говорит нам о том, как община может расти. О тех ситуациях, которые произошли. Как справляться со сложностями. Как ставить правильное лидерство в места. И как дела должны быть исполняться. Мы увидим больше, если мы будем к этому стремиться. Там была цель. Очень ясно, что Лука избрал вот эти особенные события по порядку, чтобы показать теофилу не только развитие общины, но и то, как это происходило. Чтобы мы понимали, что это не просто такие случайные истории, которые выбраны. Он был очень осведомлен в своем выборе. Он эти ситуации специально выбирал. Мы также должны понимать, что происходило намного больше, чем мы читаем. Община развивалась во многих направлениях. Вера в Иешуа, она росла. Но Лука хотел нарисовать определенную картину для этого человека. Но он хотел показать, как вера в Иешуа развивалась через весь римский мир. Но также хотел показать, как сохранялось единство, несмотря на обстоятельства и разную культуру. Лука нам не рассказывает о множестве индивидуальных или личных покаяниях. Не то, что становилось, что являлось ценностью и важностью для апостолов. Да, в книге Диане мы обращаем внимание на Петра и Павла. Но есть еще 11 других апостолов. И здесь мы очень мало имеем о том, что куда они ходили, что они делали. И то, что нам нужно сейчас понимать, что Лука был посвящен специфическим целям. И он берет эти специфические события, потому что они преподают ту картину, которую он хочет показать этому человеку. Теперь мы посмотрели на историческую часть. На вещи, которые происходили на человеческом уровне. А теперь нам нужно перейти к экзистенциональному уровню. Почему Бог, вечный автор, захотел, чтобы у нас была эта книга? Да, мы увидели цели Луки. А теперь нам нужно посмотреть на цели Божьи. Почему Он сделал возможным для нас, чтобы мы прочитали эту книгу? Нам не нужно оставлять свое учение в прошлом. Но также мы должны искать использование этого послания сегодня. И это является также для меня той приоритетной целью сегодня. Где я сейчас включаю примеры, показывая вам практическое применение о тех вещах, которые мы читаем. Потому что это не только о знании, но о том, как использовать эти знания. Как мы их применяем в практике. И мы перемещаемся от исторической значимости к экзистенциональному уровню значения книги. Что она говорит нам о Боге? Книга Деяния – это очень важное соединение между Евангелиями и Посланиями. Представьте себе Новый Завет без этой книги. Многие вещи будут очень трудно понимать. Люди и идеи, которые упомянуты в Посланиях без объяснения. Некоторые места и люди не будут иметь никакого понимания без чтения этой книги. И первый человек – это Павел. Многие письма Нового Завета написаны Павлом. Но кем являлся Павел? Он не был одним из двенадцати апостолов. И поэтому он не упомянут в Евангелиях. Без книги Деяния мы бы не знали о нем или о его служении. Или то, как он пришел к написанию писем к церквям, или почему его письма настолько важны. Как я уже сказал ранее, Павел написал очень большую часть Нового Завета. Как же это произошло? У нас нету многих писем от других апостолов. У нас есть от Якова и от нескольких других. Давайте посмотрим на это. Но также нам нужно смотреть на крещение в воде. Крещение в воде также является важной темой в книге Деяний. Только в книге Деяния оно описано как крещение в воде. Павел очень часто обращается к крещению в своих письмах. Например, в Римлянам 6.3 Неужели не знаете, что все мы, крестившись в Мессию Иешуа, в смерть его крестились? Он никогда не соединяет слово крещение со словом вода. Это может привести нас к той идее, что Павел никогда не учил о крещении в воде. И что крещение в Мессию может быть слишком духовным. Это большая ошибка в теологии. Потому что оно не обращает внимание на то, что является очень важным. В Деяниях мы видим, что Павел был крещен. И как он пришел к крещению. Поэтому мы знаем, что когда он говорит о крещении в своих письмах, то речь идет о крещении в воде. Следующий пункт, который мы будем рассматривать, это крещение в Духе. Фраза «Крещение в Духе Святом» появляется во всех четырех Евангелиях. Но ни одно из Евангелий не говорит, что это конкретно означает. Или что происходит, когда кто-то крещен. Если вы посмотрите его значение в посланиях, вы также будете разочарованы. Павел использует фразу в 1 Коринфянам. 1 Коринфянам 12-13. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Но он не объясняет нам, что это означает на практике. И только в книге Деяний есть обозначение того, что это означает. Потому что только в книге Деяний у нас есть описание. Следующий пункт – это закон Моисея. Книга Деяний помогает нам поразмышлять над нашим отношением к закону Моисея. Откуда мы знаем, что мы, как верующие в Иешуа, которые живем в другое время, они отягощены законом? Закон Моисея имеет 613 разных заповедей. И нам нужно понять, как к ним относиться. Откуда мы знаем, что мы еще отягощены ими? Ответ мы находим в этом споре, связанном с обрезанием, которое мы читаем в Деяниях 15 главы. Когда совет в Иерусалиме решает вопрос, что верующие из неевреев не под этим законом, не под законом обрезания. Но они еще под законом Мессии. Я сейчас остановлюсь и потом объясню разницу между Торой, Мессией и Моисеем. Если я бы сейчас начал, мы бы потратили больше времени. Поэтому мы закончим немного ранее. Я не думаю, что вы в этом видите проблему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»